Напомню, что видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Мы с вами продолжаем решать номер 361 из учебника 7 класс алгебра Мерзляк-Полонский и Кир. Под номерами 5 и 6 решаем уравнение. По цифре 5. 7х в квадрате минус х умноженное на 7х минус 5 минус 2 умноженное на 2,5х плюс 1 минус 3 равно 0. 7х в квадрате переписываем. А теперь означаем минус х умножаем на 7х. Мы перед х не видим коэффициента, стоит знак минус, значит коэффициент минус 1. Минус 1 умножаем на 7, это будет минус 7. А х умножаем на х, это х в квадрате. Теперь мы минус 1х умножаем на минус 5. Минус 1 умножаем на минус 5, это будет плюс 5. И дописываем буквенный множитель х. Теперь мы одночлен минус 2 умножаем на 2 член 2,5х плюс 1. Минус 2 умножаем на 2,5, это будет минус 5. И дописываем буквенный множитель х. А теперь мы минус 2 умножаем на плюс 1, это будет минус 2. И переписываем минус 3. И равно это 0. Приводим подобные члены. Сразу видим, что 7х в квадрате и минус 7х в квадрате, они подобные. У них одинаковая буквенная часть х в квадрате, но коэффициенты у них противоположные числа. 7 минус 7, это будет 0. Поэтому они взаимно уничтожаются. 5х минус 5х. Подобные, потому что у них одинаковая буквенная часть х. А вот коэффициенты противоположные числа. Поэтому 5х минус 5х, это тоже 0. И тогда мы в левой части получаем минус 2, минус 3, это минус 5. И переписываем правую часть, равно 0. Но мы видим, что такого быть не может. Минус 5 не равно 0. Вывод. Какое бы значение вместо х мы с вами не подставили, верное числовое равенство мы с вами не получим. Значит, это уравнение не имеет корней. Нет таких чисел, которые бы преобразовали это буквенное выражение в числовое верное равенство. Ответ. Нет корней. И последнее, шестое. Раскрываем скобки 8, одночлен, умножаем на 2-член х квадрат минус 4. 8 умножаем на х квадрат, будет 8х в квадрате. 8 умножаем на минус 4, минус 32. Теперь одночлен минус 4х мы умножаем на 2-член 3,5х минус 7. Минус 4х умножаем на 3,5х. 4 умножаем на 35, 4 умножаем на 30, 120, 4 умножаем на 5, 20, 120 плюс 20, 140 и отделяем запятой один знак. Получаем 14. х умножаем на х, х в квадрате. Теперь минус 4х умножаем на минус 7. Произведение двух чисел с одинаковыми знаками. Результат положительный. Минус 4 умножить на минус 7 будет плюс 28. И дописываем буквенный множитель х. Переписываем правую часть. 20х минус 6х в квадрате. И теперь 8х в квадрате минус 14х в квадрате. Они подобные одночлены, потому что у них одинаковая буквенная часть х в квадрате. Находим сумму коэффициентов. Складываем 8 и минус 14. Перед числом с большим модулем стоит знак минус, поэтому результат будет отрицательный. От 14 вычитаем 8, получаем 6. И дописываем буквенную часть. Х в квадрате. Плюс 28х. Минус 32. Это число без х, поэтому мы его перенесем в правую часть, меняя знак на противоположный. А из правой части в левую переносим 20х и минус 6х в квадрат. Меняя знаки на противоположные. С правой стороны было плюс 20х, переносим со знаком минус. Минус 20х. Справа было минус 6х в квадрат, переносим, будет плюс 6х в квадрат. Минус 32. В левой части было минус 32. Переносим в правую, будет плюс 32. Ну и теперь преобразуем левую часть. Минус 6х в квадрат и плюс 6х в квадрат. Подобные, у них одинаковая буквенная часть х в квадрат. Коэффициенты противоположные числа, поэтому эти однощины взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. 28х минус 20х. Это будет 8х. Итак, 8х равно 32. Умножим обе части уравнения на число, обратное коэффициенту перед х, на 1 восьмую. Слева 8 умножаем на 1 восьмую. Это 1, потому что произведение обратных чисел равно 1. Для этого мы умножали на 1 восьмую. И 1 умножить на х, это будет х. Равно. 32 умножаем на 1 восьмую. 32 кратно знаменателю, поэтому мы 32 делим на 8. Это 4. 4 умножаем на 1. Это 4. Итак, х равно 4. Корень данного уравнения. Ответ. 4. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.